Всем привет, ребятки! С вами Петур Ямбыч. Сегодня стартует сезон Блицов 3х3. Это отдельный формат боя со своими правилами, со своими кораблями и своими наградами. Давайте поговорим про то, что это за режим такой и какие лодки, конечно, лучше в него брать. Ну и победные стратегии тоже обсудим. Поехали! Первым делом зайдите в статейку, которую вы обнаружите на портале. Здесь будет кнопочка «Принять участие в акции». Получите немножко жетонов единства себе на аккаунт, нажав на кнопку. С 19 июля по 26, с 9 утра по 2 часа ночи по Москве вы сможете принять участие в этом формате боев. Участвуют три корабля, трех видов, эсминец, линкор и крейсер. Авианосцев не включено. Есть определенное количество различных карт. В основном карты небольшие. Понятное дело, сам по себе Блиц предполагает собой быстрый, динамичный и веселый бой. Ну, наверное, так и должно быть. К сожалению, награды, конечно, достаточно скромные. 2 миллиона 250 тысяч серебра, 80 тысяч элитного опыта командиров, 10 тысяч угля и 76 боевых и экономических флагов разных размеров. Нажал на эту кнопку, уехал не туда. Но, с другой стороны, в Блиц играет не ради наград, а в первую очередь ради фана и возможности проявить свою скиллуху. Также дополнительно не указано в правилах, но я так понимаю, что, скорее всего, можно играть и отрядами. Вроде как бы раньше можно было играть отрядами, здесь никакой информации нет. Но, надеюсь, в этом плане ничего не поменяется. Поскольку, как мы уже с вами поняли, режим называется Блиц, все будет происходить там достаточно шустро. Исходите из этого, выбирая технику. Что я имею в виду? Ну, не стоит ориентироваться, скажем, на линкоры, которые имеют там 5 хилок, еще какие-нибудь там противопожарки, вот это вот все. То есть, вас не будут особо сильно поджигать. Если и будет дамага, это будут либо торпеды, скажем, на том же линкоре. Ну, или же вы будете пытаться вычпилить сминец или линкор противника, а может быть и крейсера, если повезет, где-нибудь за островами и ваншотнуть его. Ориентируйтесь именно на хороший динамичный бой, и если берете линкор, то здесь вам именно нужна не живучесть, а хорошая динамика, маневренность, ну и, конечно, очень хороший ДПМ. Подобрал для вас несколько линкоров из прокачиваемых и премиумных. В первую очередь, безусловно, Гнезинау, самый, по-моему, универсальный линкор 7 уровня. Годится и против крейсеров пострелять, и сминцев погонять, ну и линкоров торпедами размять. Если любите что-нибудь более классическое, возьмите Синоп. Хотя вот не назвал бы я его, знаете, самым динамичным и скорострельным кораблем. Но внушительное бронирование и хорошее для своего уровня артиллерия, это, в принципе, вам, безусловно, пригодится. А также еще советую рассмотреть либо Кинг Джорджа, либо его премиумный вариант Дюков Йорк. Вот Дюков Йорк, наверное, даже здесь немножко более интересен будет за счет того, что у него, помимо Хилки, есть в наличии еще и гидроакустический пояс, который позволит вам гонять на точках и сменщиков. Правда, гидроакустики не очень много, но, в принципе, она вам пригодится очень даже. Также из премиумных кораблей тут, в принципе, достаточно большой выбор. Можно и Шармхорста потестить, можно и Юкона. Но, опять же, корабли, которые обладают именно хорошей такой вот, как Нельсон, стояльческой способностью, то есть они долго могут танчить, здесь вам особо не пригодятся. Здесь все-таки ориентируйтесь, что корабль должен быть больше похож на, ну, либо на Гнезинау, который универсальный, либо на линейный крейсер. Я тут сыграл, кстати, на Страсбурге. Кораблик оказался, на удивление, неплох даже против девяток. Ну, а против семерок он будет весьма тоже любопытен. Хотя, конечно, броня на нем совершенно бумажная, шестого уровня, но домашка очень даже ничего. Также можно рассматривать Флориду в качестве дополнительного линкора. Ну, она мало у кого есть, но я бы на ней пару быкаток поиграл. Здесь неплохая артиллерия и вполне себе даже недурный динамик. Если речь заходит про крейсеры, это, как правило, должна быть очень универсальная штука. И еще желательно, чтобы эта универсальная штука была с торпедами. Потому что вам будут частенько встречаться линкоры. То есть, грубо говоря, ваш там линкор слился, а вы должны выскочить из-за острова и моментально уничтожить линкор противника. Понятное дело, что, играя на легком крейсере, вам будет сложновато это сделать без торпед. Да и, в общем-то, на тяжелом крейсере тоже. Поэтому торпеды в этом режиме – это важная история. Традиционно из прокачиваемых Фиджи и Йорк. Очень неплохие универсальные корабли, как и против линкоров, так и против эсминцев. Но, на самом деле, здесь большой выбор. Можно и Хелену посмотреть, и даже Сурия, в принципе, попробовать покатать. В общем, варианты найдутся. А если говорить про премиумные корабли, то тут, конечно, самое интересное – это корабли с РЛСками. Ну, и также что-нибудь живучее. Безусловно, Белфаст, несмотря на отсутствие, конечно, у него торпед, имеет свои возможности по уничтожению эсминцев. То есть, ну, эсминцы должны быстро слить. И с вашим эсминцем как-то уж там пытаться заливать вражеский линкор за счет именно торпед. Потому что без торпед, конечно, будет очень сложновато победить линкор на Белфасте. Помимо всего прочего, вы также можете использовать Бойси для этих же целей или Хелену. Ну, собственно, если Бойси у вас нету. Бойси – хорошая хилка. Но, опять же, повторюсь, что все-таки режим достаточно быстро должен проходить Блиц. Поэтому смысла там прям супердолгих каких-то хилок, наверное, не будет. Атлант традиционно хорошо годится и для заливания эсминцев. И можно по крейсерам покидать, и по линкорам тоже иногда. Но здесь хороший выбор. Можно рассмотреть, кстати, новых немецких корабликов. И Мюнхена можно посмотреть, и Веймара. У них нет хилки, но неплохой ДПМ. И есть торпедки. Да и гидроакустика тоже никто не отменял. Ну, и кому-то наверняка найдется по душе даже Абруцци. Не сказал бы, что корабль прям супергодный, но имеет свои плюсы. В том числе и хилка есть, и торпедики тоже. И может погонять всяких маленьких негодяев. И, кстати, обладает он очень хорошей маскировкой. Что касается эсминцев, это традиционно скиллозависимая история. Особенно если всего три человека, то вы на своем эсминце должны гарантированно убивать эсмик противника. Для этого вы должны либо его хорошо пересвечивать, либо хорошо перестрелить. А желательно и то, и другое. Для этих целей подойдет шведский «Скёне», обладающий, помимо всего прочего, еще и хилкой, и весьма злобными торпедами. Ну, а также универсалы «МАЗ» с гидроакустикой. Может и пересветить вражеские эсминцы, торпедами добавить. Ну, и «Махан» весьма универсальный кораблик с хорошими торпами. Их много, неплохими дымами и очень приятной артиллерии. Если говорить про премиумные корабли, здесь, кстати, не такой большой уж выбор, как оказалось. Безусловно, это в первую очередь «Хайда», которая обладает фантастической возможностью и контрить эсминцы, и топить вражеские корабли. Единственное, что против линкоров здесь, наверное, немножко маловато торпед. Но зато есть хитрые дымы, и возможность передвигаться в них, оставаясь незамеченным. Что касается других кораблей, они тоже, в принципе, вполне себе годны. Ленинград подойдет, допустим, для того, чтобы уничтожать эсминец противника один на один. Юдача для того, чтобы покидать торпедки по линкору. Ну, а самые экстремальные граждане могут взять «Блосковицу», которая тоже, кстати, весьма псевдодная лодка. Я по ней даже немножко соскучился. Друзья, пишите в комментариях, на каких кораблях вы пойдете играть в «Блиц». Я думаю, что пойдете. Режим обещает быть легким и очень приятным. Ну, а с вами Турямбыч. Увидимся в открытом бою. До новых встреч и пока-пока!